Спасибо. Сегодня у нас будет в этом сезоне последний вебинар, но я думаю, что мы с вами встретимся осенью. И у меня есть уже определенные планы. В частности, мы продолжим тему аутистических расстройств, потому что это одна из наиболее востребованных тем. И, скажем так, она изучается и изучена достаточно хорошо, но обобщение, естественно, еще сложно. Ну и будем рассматривать организацию работы с разными категориями детей в образовательных учреждениях, детско-дошкольных и школьных. Ну и все те темы, которые я жду от вас, те, которые интересуют вас. Мои координаты я в чате вопросы разместила, телефон и WhatsApp, и свою почту. Я очень жду обратной связи и конкретно касающейся проведенных вебинаров и тех пожеланий, которые у вас есть. Почему я выбрала эту тему? Ну, во-первых, мы уже не первый вебинар с вами на эту тему проводим. Дело в том, что действительно наступает тот период в жизни ребенка с интеллектуальными нарушениями, когда необходимо провести четко дифференциальную диагностику и определить степень умственной неполноценности, недостаточности. Дело в том, что от точно поставленного диагноза будет зависеть точно определенный образовательный маршрут. Если ребенка с той или иной патологией мы определим неправильные или создадим ему неправильные условия, то естественно, что в случае задержки психического развития коррекция будет неполноценная, и ребенок не получит того развития, той коррекции своего состояния, которое возможно при любой задержке психического развития. И в то же время умственно отсталый ребенок, помещенный в условия образовательной школы или класса, в лучшем случае класса коррекционного седьмого вида, он, естественно, что не будет усваивать учебную программу, ну и деформироваться будут все психические функции, без того уже поврежденные, ну и что существенно повлияет на развитие личности и дальнейшую социализацию этого ребенка. Ну и естественно, что она достаточно сложна с одной стороны, но если мы четко с вами определим критерии и четко определим, выявим признаки, которые наблюдаются у того и у другого ребенка, и сегодня мы будем их параллельно рассматривать, то, как правило, в общем-то, не настолько она сложна. Да, пограничные формы, то есть умственная отсталость, которая приближается к норме, и задержка, которая приближается к низшей норме, то, естественно, нам будет достаточно сложно. Но, тем не менее, давайте сегодня мы это попробуем. Ну, клинические типы мы с вами, я просто это пробегаю для того, чтобы мы опять с вами говорили в едином поле терминологическом. У задержка бывает четырех типов, да, конституционального, это тот психофизиологический инфантилизм, который подразумевает медленно и более позднее созревание всех психических функций, прежде всего тех функциональных единиц, которые отвечают за их развитие. Это соматогенного происхождения задержка психического развития, то есть наличие у ребенка какого-то серьезного соматического заболевания на этом фоне происходит задержка. Мы рассматривали с вами достаточно подробно это. психогенного происхождения, то есть здесь в основном это социально-педагогическая запущенность, глубокая социально-педагогическая запущенность, это неблагополучные семьи, это, ну, мы сюда не только аморальные, алкогольные семьи, просто семьи неблагополучные, потому что есть семьи внешне благополучные, на самом деле воспитанием ребенка не занимаются. Таких семей я наблюдала достаточное количество. Ну и цереброастенического тогда, когда на первое место выступают именно повреждения коры и подкорковых структур. Ну и естественно, что это различные нейродинамические расстройства и структура инфантилизма, она будет разная. Он сына отстался, это стойкое нарушение познавательной деятельности, которое возникает в результате органического поражения. Это может быть олигофрения, может быть деменция. Различия сейчас мы с вами рассмотрим. Выделяют дебильность, более легкую по сравнению с двумя последующими, но не легкую степень далеко, потому что это умственная осталась. Имбецильность большинство детей с синдромом, например, Дауна. Почему все время касаемся этого синдрома? Потому что этих детей стало достаточно много. И, к сожалению, опять же, извращенное понятие инклюзивное образование. Я имею на этот счет, собственно, стойкое мнение и убеждаюсь в этом еще больше и больше. Эти детки, к сожалению, и для окружающих, и для самих этих малышей попадают в образовательные учреждения общего типа. Что катастрофично и для окружающих детей, и очень серьезнейшая катастрофа для ребенка с синдромом Дауна. Ну и идиотия – это ребенок, который не осознает окружающий мир. И, к сожалению, он существует и будет существовать, поскольку будет за ним уход, коррекция его основного заболевания, улучшение его соматического состояния. Но, к сожалению, эти детки живут не очень долго, до подросткового возраста максимум. Ну и вот смотрите, есть олигофрения, есть деменция – это две формы умственной отсталости. Олигофрения – это то, что мы с вами наблюдаем, и то, что получил ребенок, к сожалению, чаще всего внутриутробно в первом триместре развития. А деменция – это горе родителей, беда для ребенка, потому что это перенесенное тяжелое поражение центральной нервной системы уже тогда, когда определенные функции психические были сформированы, и речь может быть, и моторика, и восприятие. Нормально развивался ребенок, произошла вот эта катастрофа, травма и регресс всех психических функций. Ну и теперь мы будем, вот смотрите, ну более, скажем так, определение общее. Дети с ЗПР не имеют нарушения отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур. То есть зрение, слух, артикуляционный аппарат – все у них в порядке. Нет поражений, понимаете? Если нет каких-то тяжелых физических поражений. Но в данном случае мы берем с вами, ну скажем так, простую форму задержки психического развития без сопутствующих дополнительных повреждений. Ну и вот что происходит – истощаемость, утомляемость, снижение работоспособности и так далее. Стойкое нарушение познавательной деятельности, которое обусловлено органическим поражением или недоразвитием. То есть тогда, когда очень ранее произошло повреждение. Ну и локализация. Смотрите, при задержке психического развития, поверхностная, мозаичная, вот это диагностика неврологов. Вот это должны выявить они. Это не наша с вами забота. Это то, что они напишут в медицинской карте ребенка. К сожалению, вот такой детализации не происходит. Потому что умственная отсталость, вот те формы, о которых мы сейчас с вами говорим, пограничные формы, тогда, когда они очень-очень похожи, чаще всего выставляется диагноз задержки психического развития. Потому что умственная отсталость при каких-то хромосомных, наследственных заболеваниях, при тяжелых травмах, они выставляются рано достаточно. Потому что синдром Дауна, он подразумевает умственную отсталость. Сидром Клейнфильтра или Шейшерского тернира тоже подразумевает, что половина детей имеет умственную отсталость. И поэтому, естественно, что имея вот эти заболевания, уже нацелены неврологи, психиатры на поиск вот этих повреждений. Но если это пограничные формы, и в принципе родители не жалуются по многим причинам. Но прежде всего, вы сами понимаете, что умственная отсталость прежде всего будет выявлена у детей, мамы которых внутриутробно были не совсем внимательны к своей беременности или перенесли тяжелые какие-то заболевания. Ведь даже обычная вирусная инфекция в ранний период, то есть период формирования вот этих структур нервной системы, повреждения будут очень серьезные. Поэтому, вот почему я начала с самого начала, потому что здесь вы можете собрать анамнез. Анамнез это не то, что вам говорит мама, отвечая на ваши банальные вопросы. Как протекала беременность? Нормально. Вы когда встали на учет? Ой, меня сразу в роддом отвезли. Вот понимаете, вот сразу для нее это нормально. Я приводила как-то на одном из вебинаров случай тогда, когда поступает женщина в состоянии тяжелейшей глубокой такой алкогольной интоксикации. Она рожает ночью, ну потому что это был пятый или шестой ребенок. И утром, глядя на свое опавшее живот, она спрашивает, а где оно? Кто оно? Так врачи и не поняли. Пузо, чадо? Непонятно. Что-то еще может быть. Но в данной ситуации для нее как беременность протекала? Нормально в постоянной анестезии, потому что в течение всей беременности она употребляла алкоголь. Нет, здесь необходимо все-таки смотреть. Почему? Вот мы на курсах с вами, кто ко мне ходил, я смотрела уже, слушатели сегодня есть, мы с вами обсуждали вот именно какие-то медицинские вопросы, потому что есть какие-то общие черты, например, у алкоголика. Вы это прекрасно знаете. Есть такое понятие лицо алкоголика, хабитус алкоголикус. Поэтому, естественно, что или вы знаете, в одном микрорайоне живете, неопрятность, запах. Вот как пришла ко мне мама, кабинет небольшой, и через 5 минут я просто уже задохнулась. Мама источала такой аромат очень тяжелого парфюма, который она непонятно то ли употребила внутрь, то ли заливала себя для того, чтобы запаха не было, но это было что-то невероятное. Поэтому здесь необходимо собирать четкий анамнез и задавать все вопросы. Я разработаю и на одном из вебинаров вам дам вот этот перечень вопросов, которые нужно задавать в том случае, когда вы понимаете, что мама что-то скрывает. А скрывают они не потому, что они хотят скрыть. Им, честно говоря, абсолютно бывает наплевать, какого мнения они. А просто не вспоминают то, что было в их жизни. Во сколько ребенок сидел? Да я не помню, наверное, нормально. А как ребенок кушает? Да нормально он все подряд кушает. Ну, естественно, что он кушает подряд. Вы смотрите, видите, определяете, почему медицинские-то аспекты нам тоже. Клиническая психология, психиатрия необходима, педиатрия необходима. Педагогам, психологам. Потому что мы видим, что ребенок маловесный, маленького роста, несмотря на то, что мама выглядит весьма нормально по росту и по весу. Когда же происходит именно поражение центральной нервной системы, что приводит к этим двум состояниям? Ну и причины. Причины я объединила, потому что причины, в принципе, одинаковые. Потому что, естественно, при олигофрении это будут более длительные воздействия, продолжительные, более мощные воздействия. Но при задержке психического развития это будет кратковременное, может быть. Вот как мне одна студентка говорит, которая хотела ко мне на консультацию, просилась. Ну, потому что я читала специальную психологию. Она бы, ой, это тоже у моего ребенка есть. Ну и когда я стала собирать анамнез, оказалось, что это ребенок по залету. Я говорю, сколько же надо было выпить, чтобы ты не заметила, от кого ты родила, от кого ты забеременела. Вот непонятно совершенно. Ну и смотрите, здесь более позднее время воздействия факторов. Очень часто у большинства детей это прижизненные. Потому что основную массу задержек психического развития это задержки психогенного характера. И значительная часть вот этого цереброорганического происхождения, которые, собственно говоря, и вот это повреждение, это у них более выраженные минимальные мозговые дисфункции. Вот у меня через две недели будет студент защищаться как раз, мы с ним сделали работу. У детей с седровым дефицитом внимания, мы пошли от обратного, 100% выявлены были минимальные мозговые дисфункции. Для этого есть методики, которые мы с вами можем проходить. Я планирую тоже проведение диагностического такого вебинара, представить вам диагностический материал и объяснить процедуру выполнения этого тестирования. Но при олигофрении повреждения более ранние, это треть беременности, первый триместр, когда, вот я вам уже сказала, происходит формирование всех мозговых структур. Они очень нежные, легко повреждаются, и естественно, что по объему они небольшие. Ну, сами понимаете, что в первом триместре ребеночек у нас подходит вот где-то 10-12 сантиметров, соответственно, головной, спиной мозг, представляете, каких размеров. Ну и вот чем это будет отличаться. Это анамнез, в чистом виде анамнез. Здесь самое главное – собрать анамнез. И уже значительный процент дифференциальной диагностики проведем. Ощущение восприятия. Здесь и степень развития этих функций психических, да, и именно глубина и время формирования, замедленность. Посмотрите, восприятие замедленно. Почему вот здесь будут цифры, речь, мы рассматриваем с вами. Вот тот самый период, 6-7 лет предшкольного детства, когда необходимо провести эту дифференциальную диагностику и начинать уговаривать и объяснять родителям, что необходимо обратиться к специалистам на ПМПК, необходимо не в первом классе, потому что некогда родителям становится. Ребенок попадает уже в эти, и существенный вред наносится в этот период, а именно в преддошкольный вот этот период, 6-7 лет. Ну и понятно, да. Слуховое восприятие, нарушение слухового восприятия – это не нарушение слухового анализатора, а и в большей степени это нарушение межанализаторных связей. Слухозрительное восприятие, вот которое как раз формируется активно в этот период. Ребенок учится читать и писать, то есть воспроизводить на слух, и, видя перед собой определенную информацию, переписывать ее. И успешность в дальнейшей школе будет зависеть от того, насколько он это научился. У детей с задержкой психического развития нарушена межанализаторная связь, потому что это у нас кора головного мозга. Ну и если вот как раз мозаичность, мы с вами говорили, если как раз вот этот участок слухового, где находятся слуховые зрительные анализаторы, они повреждены минимально, да, минимально. Но на этом минимально повреждены. Вот ссадину, когда у нас есть ссадина, ну, в детстве бегали раз, по царапинка какая-то и ссадина. Ведь она достаточно долго заживает, потому что она достаточно большая по объему-то. Ну и поврежден весь кожный покров. Не просто, а вот именно вот тот регенерирующий слой, который ведет к долгому заживлению. Поэтому это то же самое. Минимально, да, это не опасно, потому что если мы обработали, то микроорганизмы не попадут, и все будет в порядке. Вот то же самое происходит здесь. Почему я вам такие сравнения говорю? Ну, не будем забывать о том, что я все-таки врач-психиатр по первому своему образованию, основному, жизненному. Поэтому, естественно, что у меня вот такие будут сравнения. Пожалуйста. Так. Сложно работать с родителями. Сразу буду по ходу отвечать, чтобы не потерять вопросы. Родители всегда самая трудная, консультативно-коррекционно-развивающая категория для нас с вами. Но здесь включайте свои, во-первых, знания. Вы должны быть очень информированы в том вопросе. Аргументы, которые вы будете приводить, они должны быть подтверждены. Не бабушка на скамейке сказала, а именно тот специалист, которым этим занимается. Это можете быть и вы, потому что вы тоже занимаетесь с этим ребенком и с аналогичными детьми достаточно долго. Поэтому здесь самое главное. Ну, эмоциональность восприятия, артистизм определенный, ну и знания психологии этих родителей. Это обязательно. Мы с вами должны понимать, что с этими родителями мы должны разговаривать на их уровне образовательном, на их бытовом уровне, на уровне их любви к своему ребенку. Мы не надо сразу утверждать, что это плохие родители, что они не любят своих детей. Нет, у меня вот наблюдается долго достаточно семья. Дети с психофизиологическим инфантилизмом. Все трое. То есть, наследственно, видите, получается, что позднее формирование. Старшей девочке и среднему мальчику повезло больше, были коррекционные классы, и они в коррекционных классах весьма эффективно корректировались, а вот маленькому не повезло уже в школе, не было коррекционного класса, и глубина была, ну, такая достаточно выраженная. Сказать, что она плохая мама, ни в коем случае нельзя, потому что это была такая заботливая мама, но такая противоречивая, что три года мы ее уговаривали с Максом сходить на занятия систематически, центр психологический, в надежде, что они уговорят. Ну, и так и произошло. Они занимались, но ее фраза была такая, вот вы ничего не смогли сделать, а в Саторисе сделали. Ну, естественно, потому что она туда пошла, и она туда систематически три раза в неделю ходила. Уговорить ее ходить ко мне на занятия было практически невозможно. И этот фактор мы тоже должны с вами учитывать, это тоже возможно. Ну, вот смотрите, здесь уже не мозаичное, очаговое такое повреждение, а повреждение грубое, диффузное, глубокое. И естественно, что возможно и поражение уже непосредственно анализаторов самих, не межанализаторных связей, а именно анализаторов. То есть снижение остроты зрения, слуха и так далее. То есть здесь как первичный дефект, так и вторичные дефекты будут, конечно, более выражены. Ну, и когда умственно отсталось, вот простой олигофрении, степени дебильности, ее достаточно, но я бы не сказала, что она преобладает, потому что все-таки преобладает умственно отсталось с различными дополнительными нарушениями, которые обусловлены вот именно глубиной повреждений. Это вот то, что касается ощущений и восприятий. Вот смотрите, они с задержкой психического развития, у них медленнее формируется, возможно, способность различать цвета. Но она формируется, медленно, но формируется. 5-6 цветов стандартных он различает. Вполне нормально. Но у нас очень много карандашей, всегда я говорила, что я арт-терапевт. И у нас по 30-40 оттенков различных цветов. Я намеренно покупала различные коробочки, различных фирм с различным количеством и так далее, для того, чтобы дети учились различать оттенки. Ну и, вы знаете, в коррекционном классе, когда ты даешь эту возможность, вот мы говорим о задержке, это обратимое. Создайте условия, и это будет быстро корректироваться. Достаточно быстро. Ребенок быстро. И вы знаете, дети с задержкой психического развития подходили и искали, первоклассники, искали тот оттенок, который им необходим. Нет, это очень темный, мне нужен более светлый. И, естественно, что постепенно и видя постоянно вот эти оттенки цветовые, они учатся их различать больше и больше. К сожалению, ребенок с умственной отсталостью дифференцировать не может цвета. И не то, что не может, очень долго формируется вот это развлечение, причем это развлечение небольшого, стандартного количества, то есть тех цветов, которые у нас в радуге существуют. Какие-то определенные оттенки, например, красного, желтого, ребенок будет путать. Или, ну, не различать, то есть ему все равно будет, какой это будет желтый, темный желтый, светлый желтый, солнечный желтый. Дети с задержкой психического развития достаточно уверенно будут различать по форме. Это же тоже у нас восприятие. По размеру. Дети с умственной отсталостью, им это достаточно сложно сделать, и они, например, даже тогда, когда они будут видеть разных животных, но похожих. Вот смотрите, здесь пример. Белка и кошка. Что их объединяет? Они пушистые, так ведь? Они приблизительно одинакового размера, белка поменьше, есть одинаковые по цвету, но и они запоминают отдельные признаки, но совместить их в белку и кошку, они у них не получаются достаточно долго. Процесс очень медленный, необходимо многочисленные повторения вот эти, для того, чтобы восприятие смогло различить. Я как-то задавалась, ну, медведь, верблюд, ну, в общем, короче, южные какие-то и медведь бурый. Ну, и чем отличаются? То есть, это пятилетки, шестилетки, ну, и вы знаете, в общем-то, они достаточно быстро назвали главные, а один особенно продвинутый сказал, что они отличаются лапами. Я говорю, а чем они лапами отличаются? У этих животных ноги, у медведя лапы? Нет, вы меня не поняли. У этих копыта, а у медведя когти. То есть, понимаете, то есть, вот в норме, что ребенок может. Ребенок с задержкой психического развития, да, определит, что возможно, что четвертый лищий здесь будет медведь. Но почему не сможет? Были предложения, потому что он коричневый, потому что он в берлоге, потому что он лапу сосет и так далее. Следующая у нас память. У детей с задержкой психического развития непроизвольное запоминание. Непроизвольное, что в принципе приближается к возрастной, нижней возрастной норме. Для запоминания необходимо... Так, здесь миссула для меня очень полезная информация. Так, дело в том, что ребенок запоминает информацию, да, но потери при воспроизведении значительные, значительные. Он или будет концентрироваться на какой-то яркой детали, которая эмоционально для него запомнилась, или он будет запоминать то, что было уже, воспроизводить, то, что уже повторялось, но не вспомнить те новые детали, которые были. Знаете, в чем вот отличие-то от нормальных, нормально развивающихся детей? Он может вспоминать частями, то есть вот та последовательность, смысловая, будет нарушена, но тем не менее он воспроизведет эту информацию. И в отличие от ребенка с собственной отсталостью, у него не будет каких-то новых привнесений, соскальзываний с этой информацией. То есть он будет тему слабо, неполно, но выдерживать, следовать этой теме. Дети с собственной отсталостью, они, конечно, будут запоминать все очень медленно, с многочисленными повторениями, с постоянным забыванием. И самое проблематичное, то, что запомню, вот то, что отличает детей с ЗПР и умственной отсталостью, ребенок с задержкой психического развития, он использует эту информацию в аналогичном случае. Или он, а вот мы ходили вот тогда-то, и вот мы видели эту же лошадку, то есть он воспроизведет, для него это эмоционально очень было. Ребенок с умственной отсталостью, он не использует информацию, которую, возможно, что и воспроизведет частично, но использовать он ее, он не сможет. Поэтому вот эти все навыки, которые формируются у детей с умственной отсталостью, они формируются после многократных повторений, даже элементарные. Вот почему социальная, бытовая ориентировка у них как предмет идет с первых до 12 класса, да, то есть постоянно, постоянно, даже гигиенические навыки необходимо повторять. Ты ручки помыл? Нет, иди помой ручки после туалета. Ты помыл руки перед едой? Нет, иди помой руки перед едой. Вот необходимо повторение, повторение именно преподавателям, педагогам. Тот, кто работает с детьми, вот, Светлана Николаевна, вы прекрасно это знаете, как это происходит. Те, кто работает в школах восьмого вида, те, конечно, понимают, что это такое, что необходимо. И, естественно, вот почему я и говорю, что дифференциальная диагностика необходима, для того, чтобы условия создать. Условия создать. Для меня было, честно говоря, значительным шоком, когда я была в школе восьмого вида, и, ну, были открыты уроки, и на одном из уроков я увидела ребенка, который вообще не должен там находиться. То есть у ребенка, да, возможно, была задержка психического развития без вопросов. Возможно, потому что ребенок сейчас в седьмом классе. Но ребенок, вот эту программу, которая им дается в седьмом классе, я была на уроке математики, ребенок усваивает моментально, и все примеры по аналогии он решает без проблем. И, ну, когда я поинтересовалась, почему этот ребенок находится здесь, сказали, что мама категорически настаивала, когда они ей предложили в первом классе перевести в общеобразовательную школу, мама была категорически против. Ну, во-первых, инвалидность у ребенка, а так инвалидность снимут. Ну, и удобный интернат, она его привезла, на неделю оставила, хотя вроде бы мама интеллектуально развита, величная семья, но ей было так удобнее, к сожалению. Но, вся проблема в том, что ребенок, если в последующем сумеет доказать, что он интеллектуально достаточный, ну, вы знаете, что эта процедура очень-очень сложная. Усугубить ситуацию двуязычия в семье. Двуязычие в семье возможно к приведению именно задержки речевого развития, но дело в том, что если сначала усваивается один язык, например, все разговаривают на родном языке, а потом добавляется второй язык, ну, я думаю, что нет ничего такого сложного и проблематичного. Самое главное, чтобы взрослые не путали эти два языка. Или, возможно, такой вариант, когда бабушка с дедушкой, короткая, с ненейкой, будут разговаривать на родном языке с ним, но это будет происходить в определенной ситуации. Например, он приезжает в деревню и разговаривает на этом языке и свободно применяет его тогда, когда он учится в русскоязычной школе. Понимаете? И самое главное, чтобы это был богатый язык, произношение было и два языка не смешивались фономатически. Это, возможно, у меня сестренка у нас, тетя Саида, она татарка, и бабушка, она по-русски не разговаривала, у меняечка. И сестренка моя, русская по национальности, она за лето совершенно спокойно вспоминала татарский язык и разговаривала на нем, потому что она никакого другого не понимала. Приезжала, необходимости пользоваться этим языком не нужно было, уезжала обратно и, в общем-то, было то же самое. Но это должно быть очень грамотно, очень четко, никаких смешений, никаких щучуканий не должно быть. Это очень сложно, может привести. Так, уверена, что работы желательно не более пяти нормативных. Нет, Вероника Ивановна, я не соглашусь с этим. Дело в том, что чем дольше вы будете выгорания, вы имеете в виду, что выгорание, да, возможно, но здесь необходима профилактика эмоционального выгорания. Это тема моей диссертации, у меня разработана программа коррекционно развивающая для педагогов. Ну и дело в том, что чем больше вы будете работать с этими детьми, тем больше, конечно, у вас будет знаний в этом вопросе. Но вы обязательно, и опять возвращаясь к этому уже, необходимо знать возрастную психологию. Обязательно. Вот возвращаться к учебникам, к своим табличкам, к своим лекциям, записям по возрастной психологии крайне необходимо, чтобы не забывать норму. Потому что в противном случае вы начинаете нормой считать то, что вокруг вас. У меня просто есть очень хорошая знакомая, которая очень долгие годы работает с детьми с интеллектуальными нарушениями, и я вам могу сказать, что в принципе на ней это не сказывается. Школа восьмого вида не цензовое образование. Ну, это да, вопрос не поняла. Не поняла. Цензуры там нет, границ там нет. Как же родители могут лишать ребенка перспектив? Ну, дело в том, что вы понимаете, родители это законные представители ребенка, и они, Наталья Викторовна, на это имеют право доказать, что они не правы. Я еще раз говорю, возможно, тогда, когда в первом классе определялась, мама была очень настойчива, и у ребенка, возможно, была выраженная задержка психического развития. Вот почему я эту тему определила. Дифференциальная диагностика должна проводиться, потому что не факт, что кто-то из вас не будет членом психолого-медико-педагогической комиссии, но в консилиум вы все входите. Дайте грамотное заключение, представление психолога, чтобы те люди, которые будут читать, и которые видеть будут ребенка первый раз, доверяли вашему представлению об этом ребенке. Поэтому, ну, возможно, вы знаете, я говорила вам, пожалуйста, одна мама говорит другой маме, не слышала бы сама, не поверила бы. Тебе повезло, у тебя все трое глухие, а у меня все трое слышащие. Вот ты пенсию на них на всех получаешь, а мои в общеобразовательной школе учатся. Вот надо же так, не повезло. Ну, понимаете, здесь, как сказать, сложно. Лишают родители перспектив любых, причем явных перспектив. Так, работаю в ПМПК, директором коррекционной школы-интернат для детей. Проблема работы с родителями стоит очень остро. Как аргументировать вопросы? Ну, я, Светлана Викторовна, могу сказать только то, что в зависимости, еще раз возвращаюсь, в зависимости от уровня образования родителей, очень хорошо такой аргумент действует на собственном опыте, потому что такая проблема стоит очень остро. Это аргументация того, что, конечно, вы же били тревогу в детском саду, ведь вы же обращали, а на вас никто не обращал внимания. Ну, вот как-то так, вот, вроде бы и правда, и вроде бы неправда, но, конечно, да, да, я вот говорила, что он плохо читает, то есть, вот видите, вот ему плохо дается чтение. давайте вы сходите на ПМПК, нам дадут, не вам дадут, а нам дадут рекомендации, и когда вы идете, вот я, например, говорю, вы идете в поликлинику, это ваш единственный любимый ребенок. Врач видит первый раз, а вы говорите, нет, отправьте меня туда-то, туда-то, туда-то. И вы знаете, в общем-то, это проходит, во многих случаях проходит. Школа восьмого вида тоже переходит на обучение, ну, вот, переходит на обучение по ФГОС, не знаю, конечно, что будет, не могу сказать, сложно очень, потому что это категория детей, которых надо прежде всего социализировать. Логику этих детей, логика развиваться не будет, сейчас мы о мышлении с вами говорим. Так, если ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями будут составлять грамотные дефектологи, тогда что-то будет. Если это будут педагоги, не в упрек вам сказано, педагоги, которые работают с нормально развивающимися детьми, здесь, возможно, какие-то перекосы. По поводу программы, еще раз говорю, что здесь насчет программы это отдельный разговор. Я, как правило, составляю свои авторские программы, и поэтому я не могу вам порекомендовать те программы, которые будут для данной категории, это программа для отдельно каждого ребенка. воспитателем в моей группе. Несмотря какую, спецпсихологию возьмите любую, потому что там и желательно перечитать все учебники, которые будут у вас в распоряжении по специальной психологии, специальной педагогике, когда вы поймете вот именно отличие от нормы и классификации, проявления определенных, потому что сегодня это субстрат определенный, но ни в коем случае это не вся информация, которую я вам представляю. Просто, ну, на мой взгляд, я наиболее такие яркие моменты выбрала в отличиях, именно в отличиях. Поэтому, конечно, а потом переходите, смотрите монографии, их достаточно много, потому что в основном, конечно, у нас литература, она 90-х годов, тогда, когда был, в общем-то, рассвет и подъем вот этого в этой форме образования, сейчас, к сожалению, монографичные, вот именно монографии присутствуют, но, вот еще раз говорю, это отдельный я список составлю, потому что я вот сейчас ваши пожелания собираю и представлю вам по отдельным нозологиям уже перечни той литературы, которую бы я посоветовала вам прочитать. Ну, вот видите, дефектологи у нас Института коррекционной педагогики, значит, есть шансы, что у нас все это будет, ну, Наталья Викторовна, серьезно достаточно, потому что я с ФГОС еще не знакомилась, потому что сейчас я работаю в лицее, и у меня там другие проблемы, у меня одаренность, которая в данный момент, я всегда мечтала с одаренными детьми поработать, но вот поняла, что достаточно сложная и совершенно новая для меня сфера. Так, а внимание где у нас? Так, а что у меня? Сейчас, секундочку. Так, память у нас, а, ну, специфические особенности памяти детей с запор, ну, понятно, да, почему они выделены, потому что здесь, смотрите, снижение непроизвольно, менее продуктивно, оно есть, оно развивается, но менее продуктивно, продуктивность первых попыток запоминания, но близко к норме, для того, чтобы полностью заучить, он заучивает, но первые для него достаточно проблематичны. Преобладание наглядной памяти надсловесной, слуховое восприятие, оно же позже у нас сформируется, поэтому зрительно, и поддержкой, еще картинкой какой-то, конечно, он будет запоминать близко к норме, снижение произвольной и нарушение механической памяти. С интеллектуальными нарушениями работаем уже 4 года, ну вот видите, вот у вас, пожалуйста, человек, который уже 5-й год начинает работать с умственной отсталостью, Лихачева Светлана Викторовна, вот, пожалуйста, я думаю, что у вас уже хороший консультант есть. Пожалуйста, обменивайтесь, потому что действительно, где-то, у кого-то такой объем информации, у кого-то совершенно другой, у кого-то опыт большой, то здесь необходимо обмен, производить вот именно практического опыта. Книжные книги мы все читаем, да, периодически возвращаемся к этому, но практический опыт, естественно, что он неоценим. Внимание, ну и вот, пожалуйста, произвольное внимание задерживается, здесь будет преобладать даже при развитии ребенка непроизвольное внимание. Объем низкий очень, детей, например, уровень внимания в начале задания будет рассеянный достаточно, пока он сконцентрируется, в середине внимание будет близко к норме, в конце опять утомляемость, естественно, что и переключение на более понятный объект, или опять же та же самая рассеянность. Но и для детей с ЗПР отвлекаемость очень высокая. У детей с умственной отсталостью, в отличие от задержки психического развития, при однообразной работе уровень внимания будет результативным. Если однообразная будет, здесь быстро надоедает и начинается отвлекаемость, появляется серьезно. Дальше. Ну и со стороны мышления, я думаю, что все понятно, мышление развивается у детей с задержкой психического развития, только достаточно медленно. Запаздывание идет. Но опять же, эти процессы развиваются. Они отстают во времени. Но смотрите, ребенок с задержкой психического развития может провести анализ каких-то определенных схожих, не схожих объектов. Классификация, систематизация, главное второстепенное, так ведь, сходство, различия. Но это будет медленнее и с ошибками определенными. Для ребенка с умственной отсталостью не будет происходить. Ну вот инструмент сложно сказать, что первично, что вторично. Они идут параллельно. Инструмент это речь, мышление это инструмент речи. То есть вот здесь естественно, что и речь отстает существенно, не формируется, но и соответственно, что мышление как проявление внешнего речевого развития тоже не формируется. так английский или татарский, Анна Викторовна. Если, вот смотрите, я вам приведу пример тогда, когда, во-первых, английский родитель должен знать очень хорошо или он должен быть носителем этого языка, потому что он будет учить его этому языку не на школьном уровне, а именно на уровне носителя, владеющего. Я в свое время ходила к репетитору по английскому языку ребенком и это была очень знаменитая пара у нас преподавателей английского языка. Две дочери владеющие с детства иностранным языком, я уж не знаю, как они поспитывали, но я видела, как они в этом плане развивали речь внуков. Они жили одна из дочерей этажом выше и когда малыши трех и пяти лет спускались к бабушке с дедушкой, бабушка с дедушкой разговаривали с ним только на английском. Но когда они приходили домой, несмотря на то, что родители владели английским языком, они разговаривали только по-русски. Почему я говорю, это ситуативно нужно разделить, чтобы ребенок был не просто в восприятии языка, а еще вот этому языку и соответствовали зрительные вот эти ощущения восприятия, чтобы создавался полный образ этого слова. Это же образ, слово это образ, слуховой образ определенного предмета, явления, события. Поэтому здесь, конечно же, необходимо. Если в классе один с вариантом один, то как лучше проводить с ним индивидуально после всех, чтобы он присутствовал. Ну, если ребенок контактен и если вы можете проводить, подготовить для него задания, которые он будет выполнять вместе со всеми детьми, но свои задания не застряя на этом внимании, то, конечно, для социализации лучше присутствие. Если у ребенка есть какие-то определенные отклонения, которые, ну, осложняют его присутствие в детском коллективе, то какие-то предметы, которые, на которых задания у вас будут одинаковые, второстепенные предметы, ну, первостепенные, главные предметы, конечно, лучше проводить индивидуально. Здесь, ну, опять же, зависит от ребенка и от ваших возможностей, от вашего желания. А вот, это то, что касается, да что, что, то, что касается мышления. То есть, у ребенка с умственной отсталостью будет преобладать наглядно действенное мышление в этот период, то есть, серьезно, да, у ребенка с ЗПР будет преобладать наглядно образное мышление, но у него уже достаточно на низком уровне, но достаточно сформировано логическое мышление. То, что и позволяет ему усваивать программу в оглеченном варианте с определенными педагогическими технологиями, но тем не менее он будет развивать. Ну и развитие речи, да, ведь у нас очень важный момент развития речи. При задержке психического развития, да, конечно, могут быть различного рода нарушения, серьезные. Есть же, понимаете, задержка психоречевого развития тогда, когда и речевое развитие, но это тогда, когда, вот опять же, центры анализаторные, восприятие нарушено, серьезно нарушено. Но это чаще всего бывает при задержке психического развития цереброорганического происхождения. То есть тогда, когда действительно минимальная, присутствует точно минимальная мозговая дисфункция, ну и, соответственно, повреждения будут более выраженными у этого ребенка. Да, они также будут поверхностными, но больше будут по площади занимать, глубина будет немножко больше. Ну, недостаточно грамматический строй речи, бедность словарного запаса, но он пополняется. Пассивный запас достаточный у ребенка. Просто единственное, перевод из пассивного в активный словарь затруднено. Но для этого, естественно, что даже если не занимались у логопеда, занятия с логопедом перед школой в течение одного года позволят вот эти все проблемы логопедические сгладить, и ребенок будет достаточно подготовлен в речевом плане к обучению в школе. Ну, умственно, отсталось. Мы с вами знаем, что эти дети и разговаривать начинают очень поздно, и очень долго они не различают отдельные слова в речи окружающих людей, не реагируют на эти слова, на просьбы и так далее. Все это связано с тем, что процесс восприятия существенно поврежден у этих детей. Ну, и мы знаем, что есть еще определенные дефекты речи, связанные и с повреждением артикуляционного аппарата, и связаны они с тем, что у детей есть проблема недоразвития физического какого-то определенного. Ну, гнусавость в частности, так ведь это очень часто у детей бывает, так что причин здесь очень много. Ведущая деятельность у этих детей да что особенности ведущей деятельности у детей игровая деятельность задержка психического развития, но и она если у ребенка с нормальным типом развития, какая игра? Сюжетно-ролевая, активная, длительная, с множеством сюжетов отдельных, взаимосвязанных между собой, с героями, которых может он играть один во всех ипостасях, или он будет взаимодействовать с другими детьми, причем четко выдерживая эти роли, развивая этот сюжет. Здесь, конечно, все будет присутствовать, но это все будет более ограничено. Да, сюжет будет, но сюжет будет простой, да, ролей будет несколько, но не более двух-трех. То есть, здесь все естественно, что ребенок будет более, скажем так, примитивен, инфантивен в игре. У него нет готовности к усвоению новых игр. Ну, нет ее, нет и все. Вот у него есть привычная игра, в которой ему все понятно, и он в нее будет играть. Допускать кого-то в игру, ну, опять же, тот, с кем ему привычнее играть, спокойным ребенком, который, ну, может быть, тоже такого же плана, такой же по развитию и вполне комфортно друг с другом. Я уже говорила о том, что у детей с задержкой психического развития восприятие. Так ведь? Память, восприятие существенно отстают. Поэтому воображение-то на них основано, на образах, которые усвоены, и расширение функций этих образов. Здесь, к сожалению, этого нет. Еще раз говорю, игра достаточно примитивная, но она, еще раз говорю, сюжетно-ролевая, только с очень простым сюжетом. Умственная отсталость, дети не осмысливают, в том числе, и игровую деятельность, очень быстро соскальзывают с какой-то определенной игры, переключаются на что-то другое, но это не переключение как таковое, это отвлечение, отвлекаемость высокая. То есть, он отвлекся и вернуться к тому, что уже было в игровой даже деятельности, он не может. Он потерял нить уже того, что обучение этой категории иностранным языкам. А зачем мусственно отсталого ребенка обучать иностранному языку, когда ему родной-то язык не дается? Он понимает, а вы говорите об обучении, Лариса Валентиновна? Он будет повторять отдельные слова. Да, они повторяют, и причем очень неплохо. у нас был мальчик, который умственно отстал в легкой степени дебильности. Но он, дело в том, что он воспроизводил и фономатически и писал без ошибок. Но он не осознавал, пожалуйста, можете использовать, но применение-то какое будет? Просто мы должны с вами понимать, что ребенок с умственной отсталостью, он ограничен в восприятии, в объеме, восприятия. Поэтому этот объем, который ему дан, памяти, внимание, вот все то, что позволяет ему формировать какие-то определенные навыки, не надо пока забивать тем, что не нужно ему совершенно. Он не сможет это применить, он не будет говорить на английском языке. Он будет просто его воспроизводить. Ну, у нас и воспроизводят многие разные звуки, так, ну, а зачем? Поэтому, вот почему я и говорю, что здесь необходимо, да, пожалуйста, если ребенку это нравится, пожалуйста, но дело не об обучении, идет вопрос, обучение иностранным языкам, ну, это несерьезно. Или, если это ребенок действительно с неправильно поставленным диагнозом, но это только будет, эти дети обучаются, в общем, какие дети с задержкой, Лариса Валентиновна не совсем поняла, или с умственной отсталостью. Вот, опять же, о задержке психической, да, общеобразовательная школа хорошо, но она не соответствует уровню детей. Ну, особенности эмоционально-волевой сферы понятно, да, здесь контроль отсутствует и здесь контроль отсутствует, но здесь контроль формируется, здесь контроль необходим со стороны взрослого человека обязательно. Следующий слайд, слайды это все вы, пожалуйста, просмотрите внимательно, и я почему вам показала, сделайте вот такие таблички и добавляйте информацию постоянно, чем больше у вас будет информации, тем быстрее и точнее будет выставлен диагноз особенности личностного развития, да, инфантильная личность, незрелая личность, низкий социальный интеллект, зачастую отсутствует социальный интеллект, социализация бывает очень и те и другие есть, но вот это инклюзивное образование, не должны эти дети, тем более с умственной отсталостью учиться в общеобразовательной школе, плохо им, плохо, мы нарушаем их права, права на образование, а так как им необходимы для получения образования условия определенные, то мы, видите, вдвойне нарушаем их права. ну и вот здесь я выделила как выводы, посмотрите, ну вот, ну достаточно понятно это, но еще раз говорю, начинайте с анамнеза, в следующем сезоне я вам представлю карты анамнестические, как собирать анамнез, ну и вот те признаки мы с вами несколько клинических случаев разберем, когда действительно дифференциальная диагностика была необходима. Так, интересуется диагностика образования. Да, на сайте Института коррекционной педагогики там очень много информации, практической информации, кто занимается этим, эта информация носит бесценный совершенно характер. Анализируйте информацию, выбирайте главное и второстепенное, примеряйте все это к своей конкретной работе, к той категории детей, потому что да, у нас каждый ребенок индивидуален. Вот то, что касается детей с интеллектуальными нарушениями, они очень индивидуальны. И здесь вот тот индивидуальный подход крайне необходим. Если детей с нормальным типом развития мы усредняем, здесь усреднить мы их не сможем, потому что у каждого из них есть дополнительные какие-то дефекты. Или это соматические дефекты, или физические дефекты. Это условия, потому что очень много детей из неблагополучных семей. Поэтому естественно, что здесь необходимо накопление вашего собственного опыта с теми конкретными детьми, с которыми вы работаете. я не претендовала конечно на то, что педагог дефектолог, я не педагог дефектолог, но как психолог, детский психолог в течение многих лет, я вот с этой проблемой дифференциальной диагностики вот этих состояний сталкиваюсь на протяжении всего этого периода. Я естественно, еще раз говорю, я не дефектолог как таковой, потому что дефектолог это отдельное образование, это отдельная практическая деятельность, это деятельность только с этими детьми. Нет, я работала с этими коррекционными детьми, я проводила семинары, я проводила практикума в школах восьмого вида, но я еще раз говорю, я не дефектолог, я рассматриваю этот вопрос с точки зрения педагога-психолога, к которому обратился классный руководитель и к которому очень не хотят идти родители, но сенситивный период завершается, и если сейчас мы не определим это, то дальше, конечно, будет намного тяжелее в жизни этого ребенка. так, сейчас я посмотрю. Так, я в общий доступ эту презентацию отправила, пожалуйста, еще какие вопросы есть у нас, одна-две минутки, до новых встреч, я жду ваших вопросов, мои контакты я вам дала, пожалуйста, посмотрите в чате вопросы, так, еще, так, ну и, пожалуйста, спасибо вам за добрые слова, надеюсь, что моя информация хоть частично вам пригодится в вашей работе, ну и будем встречаться с новыми темами, с новыми темами,